мир божий братья сестры брат владимир канал любящий истину сегодня поговорим на тему видение о сквернословии давайте вначале я хотя бы коротко прочитаю места списания братья сестры и мы уясним потому что я знаю что многие не отчетливо понимают что означает и гнилые слова сквернословие в местах списаниях поэтому хотя бы коротко давайте зачитаем значит сначала колоссянам 3 8 послание а теперь вы отложите все гнев ярость злобу злоречия сквернословие уст ваших далее кефисианам 5 4 также сквернословие пустословие и смехотворство неприлично вам а напротив благодарение и еще одно местописание кефисианам 4 29 никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидания вере дабы она доставляла благодать слушающим синодальный перевод русский на который я в опираясь братья сестры достаточно хороший но когда мы рассматриваем эту тему то для более точного понимания что означает сквернословие братья сестры значит обратиться к греческому оригинал вот обратите внимание в колоссянам 3 8 что означает вот тоже сквернословие уст ваших сквернословие а из пология значит сквернословие означает слово переводится с греческого оригинала грязный разговор мерзость речи также может означать и оскорбление эфисяном 5 4 обратите внимание здесь тоже написано в синодальном переводе сквернословие но здесь совсем другое слово уже идет греческом оригинале майплогия то есть означает глупые речи эфисяном 4 29 запрос слово которое означает гнилой испорченный бесполезный неприятно мы сегодня отчетливо именно поговорим о том понимании которое идет в колоссянах 3 8 сквернословие или мерзость речи или грязный разговор ну скажу прямо по простому еще как говорят нецензурные слова вот это когда матюкаются и именно в этом направлении было показано мне видение поэтому обратите внимание что вот три места списания которые близки и даже мы находим что колоссянам 3 8 и эфисяна 5 4 пишет и там читается сквернословие и там читается сквернословие но это совсем другое понимание видите потому что эфисянам 5 4 это имеется ввиду глупые речи глупый разговор здесь рядом сессии смехотворство хотя оно близко конечно глупый разговор мерзкий разговор бесполезный разговор но но конечно же с этих трех значений это разные слова братья и сестры это разное понимание потому что глупые речи это не относятся мы не можем же это относить и конечно уже к сквернословию поэтому точнее здесь было бы переводки эфисяна 5 4 также глупые речи и пустословие и смехотворство неприличного это не такой можно так сказать большой грех как мерзость речи братья и сестры это все это все греховно но есть грехи тоже разные по степени по по величине можно так сказать и когда человек что-то глупое говорит это конечно не то же самое когда он прямо рюк мутюкается когда он говорит вот эту нецензурную лексику ну и гнилое слово это еще видите как переводится еще как бесполезный испорченный это тоже нехорошие слова какие-то тоже что-то наподобие как пустословие но более более испорченный более можно так сказать они грязные эти слова но только обратите внимание только колоссянам 3 8 отчетливо говорит нам о вот этих этих нецензурных словах было видение следующее мне братья и сестры я был на дежурстве на работе и режим график такой работы что сутку я работаю с напарником и три сутки дома и когда мы с напарником находимся целую сутку дежурим разрешается на работе нам в ночное время если есть такая возможность если нет занятости по работе то по четыре часа отдыхать и вот одна одна из смен которые было у меня не было сильной загруженности и вот то время когда я мог пойти отдохнуть я пошел в соседний кабинет и лег немного отдохнуть но знаете это конечно не то что дома дыхать но тем не менее все же легче чем ну просто как говорится постоянно быть в работе на ногах 24 часа она уже какая-то передышка есть значит вот этот кабинет в который я пошел это кабинет был другого отделения и мы имели имели ключ туда нам разрешалось там идти туда отдыхать кабинет имел приблизительно ну можно сказать где-то может шесть может немножко меньше метра в длину и где-то приблизительно метров три в ширину и вот я прилег вот можно так сказать такая комната прямоугольная вот и с одной стороны стены возле двери я прилег и когда прилег задремал это обратите внимание это нельзя сказать что просто был как бы сон потому что сон в образах я когда задремал я начал слышать что отчетливо конечно когда я зашел в эту комнату я лег там никого не было это точно но когда я прилег и задремал я начал слышать разговор в этой комнате это господь уже открывает таким образом я знаю духовные глаза духовные уши я начал слышать разговор и увидел это опять таки говорю это не сон просто там нужно назвать видение можно назвать как выступление было и на противоположной стороне комнате с этой стороны где я лежал была дверь а с противоположной стороны окно это где-то от меня было метра три-четыре вот это стена противоположная и окно там и возле этого окна находилось несколько я увидел черных таких фигур подобных человеку поскольку было я говорю еще раз я отчетливо как бы видел закрытыми глазами как будто я у меня были открыты глаза я отчетливо видел эту комнату и было тогда было темно но свет в окно падал немножко с уличного освещения потому что это учреждение находилось в центре маленького городка там есть освещение на улицах и я просто увидел три фигуры три существа подобные людям но они были черные полностью как бы три как бы три статуэтки черные можно так сказать но это было существа которые горели между собой и когда я услышал этот их разговор когда я увидел их стало немножко знаете как бы немножко неприятно но я увидел что и те существа которые были на противоположной стороне комнате им тоже было как бы неуютно из-за того что я в этой комнате это увидел я это понял и они начали как бы знаете ну я так думаю из-за того что когда мы будучи детьми божьими и находимся ну стараемся жить братья и сестры свято и даем свободу духу святому то конечно же вот эти нечистые духи как написано в слое божьем что если мы содержим и плоти дух и душу свою в чистоте значит лукая не прикасается им даже не уютно потому что дух святой который в нас он дает им своего рода такой дискомфорт и это чувствовало что им как бы не комфортно что я был в этой комнате и они как ну своего рода ну я не скажу что так как плотно прижались но как бы знаете искали место чем подальше от меня такое мне было ну понимание и я видел что они были максимально отдалены от меня и вот они может это тоже их как бы сердило своего рода что я там находился и они начали такой разговор ругательный и просто ну множество этих слов прямо словосочетания вот этих нецензурная вот эта лексика братья сестры вот эти неприличные слова как написано в Слове Божьем вот эти грязные мерзкие речи знаете как даже в народе говорят там два в три в четыре этажа и когда я это увидел услышал я проснулся вот и это Господь специально дал вот это видение увидеть чтобы понимать понимать что сквернословие вот это нецензурная лексика вот этой матюки как говорят в народе это не что иное как язык бесов братья сестры это не просто даже грех это не просто что это неприлично это язык это разговор бесов и вот когда я значит проснулся и говорю это даже было как в состоянии дремоты такой я открыл опять открыл глаза никого конечно же не увидел когда потом снова уже закрыл глаза ничего не было этой картины уже этих звуков не было так Господь просто открыл духовные глаза показал что в этой комнате находились бесы какие которые братья сестры ну я понимал что имела имели какое-то влияние на людей которые там работают и действительно вы знаете когда утречком я передавал смену уже другим людям по работе и пришли вот работники этого отделения с этого кабинета и что было просто поразительно что я услышал что-то тоже у них какое-то получилось непонимание какое-то и они начали говорить точно те слова точно те словосочетания нецензурные вот эти лексика вот это нецензурные нецензурные вот эти мерзкие просто слова матюки вы понимаете точно как я слышал как говорили вот эти бесы вот что означает братья сестры бесы могут быть в нас или возле нас и даже могут находиться в тех или иных местах строениях и когда мы не бодруствуем когда мы живем свято они дают нам вот эти мысли и мы можем передавая вот эти их мысли вот этот их разговор гореть как бесы будучи я не могу сказать что эти люди были одержимы просто что бес одержимы это когда бесы уже внутри но видите что происходит вот эти бесы их ожидали поскольку они не раз видно были своего рода послушны этим бесам и те давали им вот эти слова нецензурные и они их передавали уже во свет уже горели между собой такой разговор вели и они видят что здесь им неплохо потому что есть люди которым не могут управлять и они видно и ожидают пока те днем приходят на работу а вечером они ожидают их и те приходят снова снова на работу днем и они снова начинают вот это влияние на них и те начинают гореть вот тем языком бесовским языком вот вот ту ругань начинает гореть понимаете поэтому поймите что вот это ругань вот это нецензурная лексика это не просто говорю еще раз грех это можно даже отнести как большой грех это не просто неприлично это ужасно это действительно мерзкая речь понимаете наш господь слово он словом образовывался он как конструктор а здесь бесовское обратно идет сторона понимаете они искривляют вот эти слова говорят их в мерзкой форме оскорбительной даже форме да благословит вас господь аминь в нем и аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok